В Террасполе начался ремонт большого участка дороги по улице 9 января, пока дорожники снимают старое полотно, но обещают, что к концу октября здесь уже будет новый асфальтобетон. Подробности у Аллы Горбатенко. Пересечение 9 января и Манойлова. Это один из тех перекрестков, где водители обычно вспоминают дорожников не злым тихим словом. Особенно проблемной здесь была правая полоса. Асфальт поплыл от жары. И чтобы повернуть вот здесь направо, водителям приходилось проявлять смекалку и изобретательность. Напрягало, потому что больше ямы, больше трещины асфальтные. Поэтому всегда разбиваем передок машины. А там вот в районе экспоцентра, там тоже, по-моему, проблемная? Тоже проблемы. Там в основном собирается вода. Забивается канализация, поэтому невозможно проехать. С этого понедельника по улице 9 января работает огромная фреза. За одну проходку срезает метр в ширину старого асфальта. Полотно снимаем, да. И правую, и левую полотно? Да, всю дорогу. От бордюра до бордюра. Сколько ям пришлось латать здесь за годы работы, дорожники со счета сбились. Теперь, говорят, наконец-то этот участок надолго можно будет вычеркнуть из списков ямочных ремонтов. Приступили к среднему ремонту дороги 9 января на участке от улицы Ленина до улицы Котовского. Получается, два квартала вести, да? Да, и два перекрестка между ними. Будет восстановлено асфальтно-бетонное покрытие средним ремонтом на всем протяжении и ширине улицы. Наконец-то решится и проблема луж возле экспоцентра, где всегда собиралась вода во время дождей. Там дорожники обещают сделать либо ливневку, либо водоотвод. Пока разбирают старый асфальт, движение по 9 января решили не перекрывать. Сегодня водители сами выбирали, по какой полосе удобнее ехать. Кто-то выезжал навстречу, объезжая спецтехнику, кто-то ехал по правилам, но уже по срезанному полотну. После того, как снимут старый асфальт, рабочие приступят к укладке асфальтобетонной смеси. Если не помешают дожди, все работы планируют завершить к концу октября. Новая дорога будет на гарантии. Если в течение пяти лет с покрытием что-то случится, дорожники обязаны будут сделать ремонт за счет предприятия. Но, как рассказали нам в ДРСУ, таких прецедентов еще не было. Алла Горбатенко и Владимир Погоня, ТСВ.